От семеноводов и селекционеров до продавцов и покупателей. На одной площадке собрались все, кто связан с картофелем. Уже в десятый раз в столице Чувашии открылась выставка «Картофель-2018». Форум стал главной площадкой в стране для диалога и налаживания контактов в сфере картофелеводства. В какое блюдо и на чьи столбы он не попал, везде к месту. По праву картофель именуют вторым хлебом. От готовых картофельных шедевров до семян и ростков. Здесь продукт показали со всех сторон. Выставка уже в десятый раз объединяет всех, кто заинтересован в развитии отечественного картофелеводства. В этом году здесь собрались более 90 участников из 25 регионов России и Беларуси. Республика славится производством картофеля. Я надеюсь, что все эти дни, конференции, участие в мероприятиях на выставке пройдут для вас успешно. И вы увезете кусочек Чувашской земли к себе в регионы. Не секрет, что немалую часть семенного картофеля закупают за рубежом. Эта затрата и существенно увеличивает конечную цену корнеплода. Поэтому первоочередная задача аграриев – полностью обеспечить страну своим семенным материалом. Соответствующую программу развития, селекции и семеноводства уже разработали в Минсельхозе России. И знаково, что выставка проходит при их поддержке. В рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства Российской Федерации на 2017-2025 годы, в котором предусмотрено именно выход на новое количество сортов, именно российской селекции и производство большого количества семенного материала. Минимально то, что мы оценим, это 12 тысяч тонн категории элиты. Чувашия – один из ключевых центров, где уже начались научные изыскания. Причем специалисты работают в партнерстве с местными производителями. Совместный у нас проект, мы там соучаствуем. И они тоже начинают развивать производство отец. Да, да, да. Вот ящики – это прекрасное место. Ящики, а наш китай, а наш китай, а наш китай. Ну, кстати, у нас есть. Наша сегодняшняя выставка проходит под знаком развития селекции и семеноводства картофеля. Создание новых перспективных сортов. Создание фондов оригинального, элитного семенного картофеля, конкурентоспособного с лучшими мировыми аналогами. Каждый год картофелеводы выводят десятки новых сортов. На рынке реализуют семена, которые уже не боятся ни влаги, ни холодов, ни вредителей. Подстроенные под разные климатические условия регионов. И вот в этой княжуле представлено свыше 60 сортов новых совершенно. Им не более 10 лет. От 5 до 10 лет. Буквально свежие внесенные в государственный реестр, которые совершенно не уступают ни по каким параметрам лучшим, тем, которым сегодня уже есть в производстве. Но их, конечно же, надо сейчас научиться хорошо продвигать. Презентуют и совершенно свежие, еще не занесенные в Росреестр сорта. Первый чувашский сорта картофеля, который выведен на нашей базе. И с этого года мы будем его вносить уже в Росреестр. В Росреестр селекционных достижений. Нет, мы его специально прорастили, чтобы видны были почки. Обратите внимание. А полюшкости, полюшкости? Мы его специально прорастили, чтобы почки были. Полюшкость очень хорошо. У картофелеводов в республике большие планы. В этом году в Чувашии намерены увеличить пассивные площади. На картофель сегодня очень хорошая цена. За 17-18 рублей буквально можно продать. Картофеля в стране не хватает. Обеспеченность около 90%. Поэтому цена еще будет расти. А наша задача довести в этом году площади до 9 тысяч гектаров. В парк техники в целом хозяйство позволяет это сделать. Выставка позволяет на одной площадке встретиться и семеноводам, и производителям сельхозтехники и удобрений. Новые сорта присматривают для своих личных хозяйств огородники и садоводы-любители. Мы раньше жили в городе, здесь переехали в деревню, пои взяли. У нас там 10 гектаров. И выращиваем картошку, лук, селок в Баттерском районе. Урожай нормальный. Сейчас хотим обновить семена. Вот решили приехать посмотреть. Семена здесь интересные, хорошие будут, которые будут для нашего региона. А высокие урожаи давать, и которые будут меньше, то есть не будет проволочника, гнили меньше будет, и сохранность будет их лучше. Для этого мы сюда и пришли, чтобы узнать новые сорта. Населению реализуют местный семенной картофель. Ранние и поздние сорта. Продавать его на выставке планируют на протяжении двух дней. Да и предприниматели намерены заключить выгодные контракты. Ивина Волкова, Андрей Спиридонов, Денис Ноздрюхин. Республика.